За последний год у меня на канале уже вышло какое-то количество выпусков, так или иначе, но затрагивающих тему пропаганды. Это и видео про манипуляцию нашей памятью, и про идеологически окрашенную урбанистику, где мы поговорили про Париж, Рим и Москву. Ну а сегодня мы отправимся вот сюда, на небольшой остров в Карибском море. Для многих это излюбленный курорт Доминиканская республика с пальмами, белым песком и полями для гольфа. Рай на земле. Но вот к западу от этой линии начинается настоящий ад. Это республика Гаити, одна из самых бедных и нестабильных стран мира, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов. Тут царит мракобесие, совершаются человеческие жертвоприношения и практикуется черная магия. Это страна Вуду. Прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. Это действительно важно для развития канала. Также буду рад вашим комментариям и лайку, если видео вам понравится. 12 января 2010 года на Гаити произошло сильнейшее землетрясение. По официальным данным погибло более 220 тысяч человек. Более трех миллион человек остались без крова. В общем, настоящая трагедия. Но не успел еще сесть в пыль, как известный американский телепроповедник Пэт Робертсон выступил вот с таким заявлением. То есть, он предполагает, что в землетрясении на Гаити виновата Вуду. В прошлом году Пэт Робертсон умер, поэтому не буду говорить ничего плохого, но все же интересно понять, как же так вышло, что Вуду так прочно связан в нашем сознании с какой-то дьявольщиной. И чтобы в этом разобраться, мы должны немного отмотать назад. Как вы помните, в 1492 году Христофор Колумб открыл Америку. Однако это не совсем верно. До самого континента в том году он так и не доплыл. По факту, испанцы исследовали лишь несколько островов в Карибском море. Так, 27 октября 1492 года была открыта Куба, а 5 декабря они наткнулись на этот остров. Сегодня мы знаем его как Гаити, однако сам Колумб дал ему имя Испаньола, то есть маленькая Испания. По словам местных индейцев, на острове было много золота, поэтому он решил основать здесь колонию. Первую колонию в новом свете. И в целом дела там шли неплохо, с индейцами особых проблем не было. Испанцам, по сути, даже не надо было пользоваться холодным оружием. Вместо этого они сами того не ведая, косили местное население биологическим. Болезни, которые они привезли с собой из Старого Света, свели в могилу чуть ли не все аборигены населения острова. Да и с золотом тут все оказалось не так хорошо, как поначалу рассчитывали испанцы. Но не все то золото, что блестит, и нашлось кое-что другое. К началу 16 века в Европе начинается сахарный бум. Все кроли и прочие знатные особы подсаживаются на сахарную иглу и требуют все больше и больше. И испаньола с ее тропическим климатом и плодородными почвами оказалась идеальным местом для выращивания сахарного тростника. Только была одна небольшая проблемка. Работать на этих плантациях уже, собственно, было некому. Численность аборигенного населения сокращалась каждым годом. И, как вы все знаете, решением этой проблемы стал рабский труд. Наверняка у большинства из вас сразу возникают образы из фильма «12 лет рабства» или «Джанго, освобожденный» с этими плантациями в южных американских штатах. И вообще есть представление о том, что именно сюда в основном и везде всех рабов из Африки. Но на самом деле до Северной Америки доходила лишь малая часть трафика. Больше же их часть отправлялась либо в Бразилию, либо на острова Карибского бассейна. В особенности на ту самую Испаньолу. Вы только представьте себе, по данным ООН, на этот остров размером с Бельгию приходилось чуть ли не треть всей трансатлантической работорговли. И особого размаха она достигла при французах. В 1697 году по Ресвикскому мирному договору Испания официально передала Франции западную часть острова, где сегодня как раз республика Гаити. И Сан-Доминго, как ее назвали французы, стала одной из богатейших колоний Нового Света. Практически 40% всего сахара и кофе, потреблявшихся в Европе, производилось именно здесь, на Испаньоле. Но, как известно, чтобы одним жилось хорошо, другие должны страдать. И французы действительно устроили на острове настоящий ад. В общей сложности на плантациях единовременно трудилось около 800 тысяч африканских рабов. Смертность в плантациях была очень высокой, и по понятным причинам, естественного привоза рабов тоже особо не было. Поэтому ежегодно сюда привозили чуть ли не по 40 тысяч новых работников. Для организации всего этого процесса король Франции Людовик XIV издал так называемый Черный кодекс, который регламентировал права, хотя, вернее было бы сказать, бесправия, рабов в колониях. В нем были законодательно закреплены телесные наказания и клеймирование, а также навязывалось насильственное крещение в католическую веру. И это очень важный момент для нашей истории. Возможно, вы читали книгу Нила Геймана «Американские боги», ну или смотрели одноименный сериал. Если вкратце, суть всей истории в том, что в США живет множество различных богов и персонажей из гнифов Старого Света, прибывших в Америку с мигрантами. Исключением не стали и африканские рабы, которые пусть и в кандалах, и на невольничьих судах, но везли с собой свою веру. Так, у Нила Геймана на одном из таких судов в Америку прибывает, например, Ананси, божество в паучьем образе, которое особо почиталось в Гане и Кот-де-Вуаре. На Гаите, а точнее во французскую колонию Сан-Доминго, рабов, судя по всему, везли из соседних регионов Западной Африки, из Бенина, Нигерии, Конго и Анголы. Именно здесь на основе традиционных верований народов фон Гбе и Эбе некогда и сформировалась Вуду. Как и со многими другими традиционными верованиями, дать какое-то четкое определение этому слову довольно сложно. На языке фон, водун в европейских словарях чаще всего переводится как дух. Хотя это, конечно же, явное упрощение. И сами фон для определения Вуду используют понятие Нубудо, то есть это что-то, что нельзя объяснить. Тем не менее, по внешним формальным признакам Вуду вряд ли чем-то сильно отличается от всех прочих известных анимистических верований. То есть вера в одушевленность окружающей природы и в духов, которых они называют Лоа или Лва. И если уж совсем упрощать, то вся суть культа состоит во взаимодействии с этими Лоа, посредством всевозможных ритуалов, танцев и песнопений. Да, конечно же, многие из этих ритуалов включают в себя жертвоприношения животных. Но в этом, в общем-то, тоже нет ничего уникального. Такие практики распространены по всему миру. Откройте, например, Библию. Там в той же книге Левит очень подробно описано, как и какие жертвы надо приносить Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлец или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь высадит к стене жертвенника. В общем, вместе с рыбами Будда очутилась на Гаите, где и столкнулась с христианством. Как вы помните, согласно Черному кодексу, невольников всячески склоняли к переходу в католицизм. И на словах многие, конечно же, соглашались. Однако на деле это привело к формированию особого синкретического верования, каким и является Гаитянская Вуду. В итоге получился такой странный винегрет из-за христианства и Вуду, где католические святые, например, стали теми самыми духами Лоа, посредниками между людьми и божеством. Они даже стали чтить христианского бога, называя его Бонди, от французского Bon Dieu, Добрый Бог. И французов это, конечно же, устраивало. Внешне все выглядело как подобает. Однако они не улавливали одной простой вещи. Белые с их христианством и добрым боженькой, в общем-то, скорее были ищадьями ада, которые несли лишь боль, страх и смерть. И вот что любопытно. Как вы помните, в той же Библии, когда речь идет о творении, сказано «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые и делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, чтобы вон и почил от всех дел своих, которые Бог сотворил и созидал». Новообращенные рабы восприняли это буквально. Мол, христианский бог в действительности отошел от дел, то есть он глух к мольбам людей, и помощи от него ждать не приходится. Так что положиться можно лишь на лоа, которые не оставят в беде, утешат и дадут сил. Именно поэтому, чем больше белые упорствовали в христианизации, тем сильнее укреплялась вера рабов в вуду. Эта вера стала объединяющим фактором для выходцев из разных африканских племен, которые в кандалах привезли на Гаити. Поэтому, несмотря на идиотские заверения Петта Робертсона, им даже и не пришло бы в голову заключать какие-то там сделки с христианским дьяволом, в которого они даже и не верили, у них была своя исконная религия, которая дала им сил, в конце концов, дать отпор. И вот, в августе 1791 года рабы подняли восстание, перевозши в настоящую революцию, которая закончилась полным разгромом французов. 1 января 1804 года была провозглашена независимость Сан-Доминго, а уже 20 мая 1805 года была принята конституция, в которой островы вернули старое индейское название Гаити, что означает «страна гор». А главой нового государства был выбран бывший раб и герой революции Жан-Жак де Салин, который провозгласил себя императором Жаком I. И самое главное, на острове было окончательно покончено с рабством, что гарантировалось второй статьей «Рабство отменено навсегда». В итоге, в 1834 году даже Франция признала независимость Гаити, хоть и наложила на молодую республику огромную контрибуцию за утрату собственности на острове. Таким образом, эта революция, по сути, стала первым в истории успешным восстанием рабов, которое привело к созданию независимого государства. Важным также было и то, что впервые с начала трансатлантической работорговли на Гаити прекратились гонения на верующих Вуду. По Конституции 1805 года закон не признает доминирующую религию и допускается свободой вероисповедания. Однако, как это часто бывает, революция привела к установлению режима диктатуры на Гаити. Уже очень скоро, в 1806 году, император Жак I был убит в ходе военного переворота. И в следующие 50 лет сменятся 6 правительств, и страна кажется в тяжелейшем кризисе. В 1859 году к власти приходит генерал Фабре-Жифрар, который вроде как пытался улучшить ситуацию в стране. Построил школы, больницы и практически погасил внешние долги. Но для всего мира его правление запомнилось не этим. А громким судебным процессом, известным как «Дело из Безатона». 13 февраля 1864 года состоялась публичная казнь 8 человек, обвиненных в убийстве 12-летней девочки по имени Клэр Син. По версии суда, казненные проводили выдуистские ритуалы и принесли несчастное ребенка в жертву, а затем съели ее. Этот трэш произошел недалеко от столицы, в небольшой деревеньке Безатон, в канун Нового года. В том же 1864 году выходит книга британского генерального консула на Гаити Сэра Спенсера Сен-Джона «Гаити. Черная республика». И она тут же становится бестселлером, во многом из-за пятой главы «Поклонение Вуду и каннибализм», в которой, как следует из названия, он в подробностях рассказал о жутких вещах, которые творятся на острове. Но самое главное, он присутствовал на том самом процессе по делу из Безатона. Инциденты, о которых я собираюсь рассказать, стали предметом судебного разбирательства в уголовном суде. И с подробностями их можно ознакомиться в официальном журнале того периода. Я присутствовал в течение двух дней, пока длилось расследование. В своей книге он в подробностях описывает тот страшный случай. Тогда Жанна подала ему большой нож, которым он отрубил Клэр Син голову, а ассистента собрали кровь в банку. Затем Жанна приготовила мясо с конголезской фасолью, маленькой и довольно горькой, а Флориаль положил голову в кастрюлю с бататом, чтобы приготовить суп. Пока остальные были заняты на кухне, одна из присутствующих женщин, Розаида Сумера, подгоняемая ужасным аппетитом каннибала, отрезала от детской ладони кусок мяса и съела его сырым. Этот сюжет тут же подхватили газетчики по всему миру. Вот, например, статья из нью-йоркского Харперс Уикли с громким заголовком «Каннибалы на Гаите». Чудовище, нашпиговав и сожрав одного несчастного ребенка, собрались напроситься на вторую жертву, когда их настигло правосудие. В качестве назидания нескольких каннибалов казнили 7 февраля 1864 года. Даже сделали вот такую иллюстрацию этих страшных каннибалов перед казнью. Или вот статья из французской газеты «Лепиньон Националь» от 26 марта 1864 года с громким заголовком «Религиозная антропрофагия», то есть каннибализм. Некто по имени Конго Геле получил от Бога Буду приказ перенести человеческую жертву. Конго решил перенести в жертву змею свою собственную племянницу, маленькую Каларсин. Ей было где-то 7-8 лет. И в среду, 30 декабря, в 10 часов вечера, время ужасного жертвоприношения наступило. Флориаль ножом содрал кожу, а затем отрезал голову, после чего они накинулись на тело жертвы, пожирая еще трепещущую плоть и упиваясь теплой кровью. Вслед за «Опиньон Националь» французские газеты затрубили о жутких каннибалах на Гаите. И за Буду тут же закрепилась слава сатанинского культа с человеческими жертвоприношениями. И это неудивительно, они же убили, съели ребенка. Думаю, у многих из вас тоже проснулся правильный гнев на этих дикарей. Если будет интересно, то ссылку на газеты и книгу Сэра Спенсера оставлю в описании к этому видео. И если вы прочтете, то наверняка обратите внимание на пусть и незначительные, но расхождение в показаниях. Так, в «Опиньон Националь» дядю несчастный Клэр Син называют Конго Геле, хотя у Спенсера он Пеле. Разночтение также и в возрасте девочки. Одни говорят, что ей было 12, другие, что 7-8 лет. Разнятся и описание сцены поедания. В Харперс Выкле ее чем-то нашпиговали, в свидетельствах Спенсера из нее приготовили суп, а по версии французов ее чуть ли не сожрали заживо. Это все вроде как малозначительные нюансы. И в целом какая нам разница, Гелеон или Пеле? Главное вызвать у читателя бурные эмоции. Но насколько мы в действительности можем доверять газетам? Особенно французским, которые еще до конца не смирились с потерей Гаити. И можем ли мы считать сэра Спенсера непредвзятым рассказчиком? Особенно есть учесть, что эпиграф к его книге «Гаити, Гаити, страна варваров» — это цитата Наполеона III в ремион Гаитянской революции. Мне кажется, тут есть над чем задуматься. Ведь за этими громкими заголовками и смакованием кровавых сцен действительно затерялись некоторые важные детали. И чтобы в них разобраться, надо накинуть немного контекста. Как я уже говорил, пришедший к власти генерал Фабер-Жефрар более-менее вывел страну из кризиса. Однако, сделал он это во многом благодаря помощи большого брата, прежде всего с США. Видя в Западе главного союзника и пример для подражания, он всячески открещивался от своих африканских корней. Он принял католицизм и, вопреки конституционной свободе вероисповедания, всячески пытался укрепить позиции христианства на Гаити. Еще в 1860 году, то есть за 4 года до убийства Клэр Син, был подписан конкордат, то есть соглашение с Ватиканом, по которому католическая церковь становится чуть ли не государственной религией на острове. При этом важным пунктом этого соглашения стала финансовая помощь Гаити со стороны церкви. В целом, дело-то хорошее и благородное, но была одна небольшая проблема. Подавляющая часть гаитян все же верила в Вуду, и это могло стать помехой на пути обетцозного плана Жефрара. И вы уже, наверное, догадались, к чему я веду. Да, он начал настоящую охоту на ведьм, ну то есть на Вуду. Их собрания запрещались, а алтари и молельные дома разрушались. Ему было необходимо доказать всему миру, что Гаити – это цивилизованная и просвещенная страна, которая навсегда распрощалась с пережитками архаических верований. И как удобно, что как раз незадолго до открытия первой католической семинарии на Гаити вдруг подвернулся этот случай в Безатоне. Это чудовищное кровавое убийство маленькой девочки с сегдантами-водуистами. Совпадение? Не думаю. К сожалению, несмотря на заверения сэра Спенсера, ознакомиться с официальными материалами этого дела невозможно. Они куда-то делись. Однако, даже его записей вполне хватает для обоснованного сомнения в легитимности того судебного процесса. Никогда не забуду, как самая молодая заключенная повернулась к прокурору и сказала. Да, я призналась в том, что вы утверждаете. Но помните, как жестоко меня избивали, прежде чем я сказала хоть слово? Все мы знаем, как во времена той же Инквизиции многие, если не все, готовы были сознаться в чем угодно, лишь бы прекратить страдания. И говоря о пытках, сам Спенсер отмечает, что для англичанина эта процедура, практикуемая в этой республике, противоречит основным принципам правосудия. Тем не менее, он даже не пытается хоть немного усомниться в правильности происходящего. На столе перед судьей лежал череп убитой девушки, а в банке остатки супа и обожженные кости. А признания заключенных на суде и показания свидетелей были слишком ясными и обстоятельными, чтобы оставить сомнения в их преступности. Разумеется, в конце 19 века еще не было анализа ДНК ни прочих методик, чтобы подтвердить, что это действительно были ее останки или что в супе действительно было человеческое мясо. И как верно отметил Джеймс Энтони Фрут, известный британский историк конца 19 века, очевидно, что на Гаите несколько лет назад, как и во Франции три столетия назад, человека уже можно было считать погибшим, если его обвинили в колдовстве. Ведь добиться его осуждения считалось благочестивым долгом. В этих обстоятельствах совершенно очевидно, что человеческие останки, представленные в суде, ничего не доказывают, даже как изуродованный труп маленького Хью Линкольнского в 13 веке не доказывал виновность всех евреев Англии в его убийстве. Подробнее про историю Хью можете почитать у меня в телеграм-канале. Переходите по QR-коду или по ссылке в описании. В общем, ни Спенсер, ни газеты, конечно же, не пытались докопаться до правды. Все смаковали кровавые подробности и осуждали сектантов-вудуистов. Однако, насколько мы можем быть уверены в том, что они действительно принесли Клэрсин в жертву? Череп мог принадлежать кому угодно. Прочие вещдоки тоже вызывают сомнения. Я уже не говорю про показания, полученные под пытками. Тем не менее, из-за этого сделали показательный процесс с публичной казнью и позаботились, чтобы о нем растопили во всех газетах. В итоге Гаити в массовом сознании превратилась в остров кровожадных варваров-людоедов. И это представление живо по сей день. Вуду и сатанизм слились в нашем сознании воедино. Мы с легкостью верим в человеческие жертвопереношения, в черную магию с этими куклами Вуду и боимся зомби. Да-да, в грядущем зомби-апокалипсисе тоже окажутся виноваты они. Само это слово, зомби, судя по всему, восходит к языку кимбунду, распространенному в Анголе, и означает «призрак, дух, душа» и часто ассоциируется с неупокоенной душой. И вместе с рабами из этих мест оно пересекло Атлантику и оказалось на Гаити. И уже тут зомби начали называть восставших из могил мертвецов. Однако в наш лексикон это слово вошло лишь в начале 20 века. А если точнее, то в период американской оккупации Гаити, которая началась в 1915 году. Да, вне всяких сомнений для вторжения на остров у США было множество, скажем так, объективных причин. Но для простого обывателя все эти сложные геополитические штуки ничего не значат. И как же тогда обосновать военное вторжение в другую страну? Ну, все мы прекрасно знаем, как это работает. Очень просто. Необходимо создать образ врага, расчеловечить его и превратить в кровожадное чудовище. И что может быть лучше, если твой враг – это в прямом смысле армия живых мертвецов? Вероятно, эта концепция возникла еще раньше. Но совершенно точно, что в 1929 году она уже окончательно укоренилась в сознании белых американцев. В том году вышла книга Уильяма Сибрука «Магический остров», ставшая настоящим бестселлером. Зомби – это бездушный человеческий труп, еще и мертвый, но извлеченный из могилы, который с помощью колдовства наделен подобием жизни. Это мертвое тело, которое создано ходить, действовать и двигаться, как если бы оно было живым. Дальше там еще много всяких историй про зомби, которые сопровождаются вот такими жутковатыми иллюстрациями. Никто не осмеливался их остановить, потому что это были трупы, гуляющие под солнечным светом. В общем, какая-то атака титанов, не иначе. И Гаити, так же как и в этом мегапопулярном аниме, становится чем-то вроде острова Парадис, населенного бездушными монстрами, которых, конечно же, надо победить и уничтожить. Книга Сибрука породила настоящую зомби-манию. Они становятся главными персонажами бульварного чтива, вроде вот этого рассказа «Мертвые воды» или детектива Теодора Роско «Могила должна быть глубокой». Ну и, конечно же, этот сюжет тут же подхватили киношники. В 1932 году на экраны выходит фильм о Викторе Гальперина «Белый зомби», в котором рассказывается о страшном колдуне Вуду, который живет в замке и превращает людей в зомби. По сути, это переложение истории о графе Дракуле только в гаитянских декорациях, но это неважно. Фильм получил невероятный успех, и с этого момента зомби стали неотъемлемой частью кинематографа. Все это, конечно же, способствовало формированию негативного образа Вуду, который теперь ассоциируется у нас с черной магией и сатанизмом. Однако и черная магия, и сатанизм, и даже идея воскрешения из мертвых – это все концепции, скажем так, христианского мировоззрения. Как и те же семь заповедей Вуду, которые придумали авторы статьи из «Лепиньон Националь». Знаете ли вы что-то о Вуду? В ее основе лежат следующие семь заповедей. Почитай змея. Должны приносить в жертву змею овец, птиц и, по возможности, детей. Должны пить кровь и есть плоть жертвы. В религии Вуду этого всего, конечно же, нет. Как я уже говорил, это не мистическое верование. То есть у них нет понятия ада и рая в привычном нам понимании. Условно говоря, раем для них будет попасть после смерти в мир духов. Адам же будет застрять где-то между. В рамках каитянского Вуду, которая формировалась в среде рабов, самым страшным, что неудивительно, было вечное рабство. По их поверьям, если ты прожил свою жизнь, скажем так, плохо и недостойно, то твой дух не обретет покоя, и ты будешь вечно безвольно, как живой труп, работать на сахарной плантации под ударами белого человека. Вот что для них значит быть зомби. А не вся эта хрень с поклонением дьяволу и черной магией. Поэтому крестик или осиновый кол вам не помогут. Да и стрелять зомби в голову тоже бессмысленно. Но есть одно средство. Соль. Да, поскольку концепция зомби неразрывно связана с тяжелой работой по добыче сахара, то лишь, скажем так, его противоположность способна дать несчастным, неупокоенной душе освобождение. Так что теперь вы знаете, что делать в случае зомби-апокалипсиса. Запасайтесь солью. Но, как известно, фарш невозможно провернуть назад. И все эти предубеждения о сатанинском Вуду уже намертво закрепились в массовой культуре. Взять хотя бы очень крутой фильм «Адвокат дьявола» с Аль Пачино и Киано Ривзом. Помните, какое у него там было первое дело? Колдуна Вуду Филиппа Моэса хотели засудить за ритуал жертвоприношения. Но это-то ладно. Дальше этот Моэс вбивает в кусок мяса гвозди наподобие куклы Вуду, из-за чего обвинительный судей теряет до речи. И в итоге, из общего контекста фильма мы понимаем, что в общем-то этот колдун в действительности служил сатане. Все та же история. И подобных примеров еще очень много. В 50-х годах на вооружении ВВС США даже был истребитель-перехватчик Макдоналд F-101, более известный как Вуду Фатя, изначальной целью которого было выполнение боевых задач в Карибском бассейне. В общем, Вуду в западной культуре очень долгое время воспринимали, а некоторые воспринимают и по сей день как угрозу цивилизованному миру. И да, конечно же Вуду это архаическое верование, и многие его элементы могут показаться нам странными и необычными. Однако, именно из-за нашей ксенофобии, то есть нетерпимости ко всему чужому и незнакомому, пропаганде в итоге удалось породить то Вуду, в которое мы верим. Но это не то Вуду, в которое в действительности верят на Гаити. Да, к сожалению, столь повышенный спрос на всякие оккультные штуки в итоге породил и предложение. И на том же Гаити, Кубе или в Новом Орлеане со временем появилось множество, скажем так, шарлатанов, которые наживаются на вере, оказывают всевозможные платные услуги и эксплуатируют миф о Вуду в своих коростных целях. Но это уже совсем другая история. А на этом у меня на сегодня все. Всегда интересно, а иногда и жизненно необходимо проверять, откуда у тебя в голове взялось то или иное представление о мире. Так что задавайте вопросы, но не ведитесь на всякие простые ответы. Ну и не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. С вами был Фил и канал FeelIt. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok